Музыка Отстукивание, очистка, обезжиривание, грунтовка, покраска. Машина улетела в кювет и перевернулась. Теперь над ней придется потрудиться не один день. Сегодня Ирина Мельникова делает кузовной косметический ремонт двери. Мы видим ямочки, вот эти вот, в них глянец, нам нужно его зачистить. Ирина уже год работает колористом в автосалоне. Смешивает краски и подбирает цвета. Работа кузовщиком – дополнительный заработок. И, как говорит сама Ирина, занимается этим еще для того, чтобы не потерять квалификацию. До этого 12 лет трудилась кузовщиком. Профессия среди женщин не просто редкая, а уникальная. Заехали в гараж со знакомым. Он говорит, подожди меня наверху, я вот сейчас поговорю и спущусь. Ну и все, я как-то, ну в шутку мне хозяин этого СТО предложил. Он говорит, а что, приходи к нам, Ира, работай. Ну и все, и у меня загорелось. Я думаю, надо попробовать. Попробовала и втянулась. Да так, что уже воспитала ни одного специалиста кузовщика. Ученики приходили и сами, и от других мастеров. Первое время никто ее всерьез не воспринимал, говорит Ирина. От стереотипа в мужском коллективе никуда не деться. Не один год прошел, прежде чем в Ирине увидели не только женщину, но и мастера своего дела. У меня физической силы настолько нет, сколько есть у мужчин. То есть, как бы, они же это все делают в основном, как бы, руками, да, то есть, есть такие специальные приспособления. То есть, там сила, я могу разобрать машину, собрать ее, да, то есть, как бы, там, где не так уж физически там труд не тяжелый. А они уже вот такие вещи серьезные делают. Но и большинство мужчин, я заметила, они не так любят вот шпаклевать, вот это все такая работа для них, ну, мелкая, скажем так. А мне нравится, это, во-первых, это как вязание, наверное. То есть, это вроде и нудно, и в то же время, а потом видно результат. Хоть вокруг шум пыльный и пахнет красками, ничего этого женщина не замечает. Ко всему привыкаешь, говорит она. Только вот о маникюре пришлось забыть, издержки профессии. Вместо безделушек на один из праздников Ирина у своего клиента в подарок попросила набор ключей. А когда получила его, ее радости не было предела. У меня свои шпателя, а у них свои. И из-за этого мне приходят, они раз что сделали, вот всей толпой. Я накричала, я говорю, мои рубанки не трогайте, мои шпателя не трогайте. На следующий день прихожу на работу, они везде подписали, не трогать, или там Ира, Ирина. Ну, чтобы, мол, типа, что я пожалела за эти шпателя, они везде подписали, возле кружек, там, везде, короче. Ну, они, конечно, богополучно все это стерли, но сам факт того, что... Талантливый человек, как известно, талантлив во всем. Поняв, что любое дело у нее в руках ладится, набравшись опыта в технических делах, теперь же Ирина хочет освоить еще одну профессию, более женскую, научиться шить на машинке. Олеся Клешкова, Сергей Мажитов, телекомпания «Город».